Здравствуйте! Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за заморского принца. Перефразируя известный шлягер, утверждают сайты знакомств и брачные агентства. Особое отношение к иностранцам сложилось у русских женщин со времен железного занавеса. Даже сейчас, когда стало известно о многочисленных семейных драмах в интернациональных браках. О том, что у русских матерей и мигрантах забирают детей. Женщины из разных регионов России не прочь связать свою жизнь с заморским принцем. Брак с иностранцем. Плюсы и минусы. Своими мыслями делится Архангела Городко, живущая в Норвегии 17 лет, Светлана Олсен. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте! Раз уж мы с вами встретились, расскажите свою историю, почему вы решили 17 лет назад выйти замуж за иностранца? Ну, это не первый брак. Это был мой второй брак. Первый брак был за русским. Но так как он длился сравнительно недолго, всего 5 лет, а вышла я замуж, когда мне было 20 лет, то тоже снова я стала перед вопросом, чтобы найти нового мужа и создать семью. У меня уже был ребенок. Девочке было 5 лет. И поэтому, вот оглянувшись в 25, я увидела, что на 8 девчонок, на 10 девчонок по статистике 9 ребят. И как бы все были уже заняты. Разобраны. Да. Вот. Все были востребованы. Поэтому строить свое счастье на чужом несчастье не хотелось. Поэтому, естественно, вот обратили наши взоры на Норвегию. Вы познакомились как? Познакомились мы, вот как сейчас помню, в джаз-клубе Salon Ballard. То есть совершенно естественным образом, когда вот все выходят на танцы. Вот сразу же пришла какая-то симпатия. Как развивались ваши отношения? Ну да, я думаю, что мы сразу испытали друг другу симпатию. Он уехал в Норвегию? Нет, почему? Он здесь работал. А, то есть у вас было попроще? Да, конечно. Мы встречались, у нас была возможность узнать друг друга, поближе познакомиться. Тут также приезжал по работе его отец, потом брат. Поэтому я даже познакомилась с семьей. То есть у вас совершенно нормальное такое было развитие отношений, как положено, да, знакомство? Совершенно такое натуральное. Конфеты, букеты? Да, но с этим тоже пришлось поработать. Потому что мне показалось, что норвежские мужчины недостаточно активны вот в этом плане. Я говорю, у нас приходят к девушкам с букетами, с конфетами. И вот на второе свидание Кюга уже пришел с букетом цветов и с килограммом шоколадных конфет. Прямо так и было написано. Один килограмм шоколадных конфет. Да, чтобы не сомневалась. Хорошо. Он сделал вам предложение. Вы согласились. Далее, вот вся технология брака в Норвегии, как это было? Или у нас брак был зарегистрирован? Ну, вот в этом плане я, кстати, вот замуж не спешила выходить. Можно же связать свою судьбу с человека, немного пожить и посмотреть, как это все будет развиваться. Я не знала, приживусь я в Норвегии или нет. Поэтому мы устроили это таким образом. Я работала в фирме его отца и приехала в Норвегию по работе, скажем так. Я, естественно, жила в семье. Мы решили посмотреть, как это у нас будет функционировать. Я перебью. У него нет детей? Нет. Вот муж мой ровесник. И так как нас все приняли там просто с распростертыми объятиями, семья и его родственники, то есть мы чувствовали себя как дома, можно сказать. Поэтому вот пришли к такому решению. Брачный контракт обязателен или нет? Вы знаете, это точно так же, как здесь, в России. Если оба считают нужно подписать, то они подписывают. А так у нас даже вопрос не возникал. Венчание было или нет? Нет, мы просто тихо, мирно уехали, расписались, никому не сказали. Поехали и расписались у нотариуса. Как вы адаптировались в Норвегии? Как я адаптировалась? Хороший вопрос. Семья восприняла? А сама страна? Город? Ну, вы знаете, я как-то чувствовала, может быть, мне повезло. Я чувствовала достаточно доброжелательное отношение ко мне. Мне повезло, у меня была работа, тот же любимый муж, замечательные родственники. Первое, что я стала делать, это учить язык. Я приехала летом, тогда не было никаких курсов, и я взяла учебник по норвежскому и сидела, и в свободное от работы время я старалась учить язык. Самостоятельно? Да. И потом, когда курсы начались осенью, вот три летних месяца я учила, и я прошла тест, и мне сказали, что я могу уже быть на втором уровне. И потом уже в декабрю, уже приехала в мае, а в декабрю уже была готова сдавать экзамен. Вот такие интернациональные семьи уже были в этом городе? Вы познакомились с русскими женами? Да, я приехала в такой поселок городского типа, где было три тысячи с половиной населения, и там не было практически ни одной русской женщины. И только вот через два года стали приезжать постепенно. То есть вы первопоселенка такая, да? То есть, можно сказать, первопроходец. Да, да, да. Но затем вы все равно знакомились уже с русскими, те, кто приезжал в Норвегию, да? Истории у всех очень разные, наверное, да? Вот как складываются вообще истории наших соотечественниц, которые ходят замуж за иностранца? Ну вот там, где я жила, вот в этом поселке городского типа, там было, в основном женщины ехали с Украины. То есть одна познакомилась и нашла мужа и подругам. Но не у всех складывались истории достаточно хорошо. И ехали люди где-то вот, женщинам было 50-45 лет. То есть у них уже были свои твердые установки и свои взгляды на жизнь, которые, возможно, было очень трудно перестроить и адаптироваться. И жизнь не у всех складывалась одинаково хорошо. Некоторые из них развелись. Но сейчас вот мы переехали в Трумсю и живем там уже 8 лет. И вот тех, кого я знаю, у тех это первые браки. И они, вот знаю, пару живут 20 лет, прекрасно вместе. И у них все хорошо. Однако же не всегда мечты совпадают с реальностью, да, у русских женщин. Вот вообще, в общем, вы можете сделать вывод, зачем русская женщина выходит замуж за иностранца, стремится так за границу? Ну вот, мне кажется, вот первый аргумент, который я сказала, что все-таки по статистике у нас больше женщин, чем мужчин. И может быть поэтому другие устремляют взгляд на запад, на восток, может быть кто-то. Именно по этой причине. Ну, наверное, еще есть экономические причины, да? Хочется красиво пожить. Ну, я думаю, что это миф. Потому что на самом деле женщина, которая оказалась за рубежом, ей точно так же приходится работать, учиться. Может быть даже еще больше, чем ей пришлось здесь, в России. Потому что надо учить язык, адаптироваться. Если есть какие-то экзамены или образования, его надо-то тоже адаптировать. То есть начинать надо с языка. Вот вы объяснили, да? Всем посоветуй. Безусловно, это самое первое, что должна делать. Если вы не научный работник, у которого работа в университете, то, конечно, вы можете обойтись английским. И то, если у вас только какие-то определенные специальности. Но если у вас вы учитель, если вы инженер и так далее, то вам, конечно, необходимо учить язык страны. А еще к чему надо быть готовым в другой стране, женщине? Надо быть открытым. Открытым, что есть... У людей могут быть совершенно другие взгляды на культуру, литературу, на отдых. Надо быть просто открытым ко всему. И принимать, да. И принимать это как нормально. Я думаю, что именно таким образом можно строить отношения. А к русским женщинам в Норвегии относятся? Я считаю, что хорошо. Мы себя очень хорошо зарекомендовали в самых разных областях. Экономисты очень хорошо ценятся, медицинские работники. Мы всегда следим за собой. То есть я считаю, что очень хорошо и народ очень доброжелательный. Отличаетесь от Норвежи? Ну да, они... Я не знаю, вот кто-то говорит мужеподобные или что-то. Может быть, они очень уверены в себе и лишены, может быть, какого-то флирта и кокетства. Тогда, может быть, в этом есть отличие. Из ваших знакомых, или, может, вы это слышали по рассказам, кто-то вернулся в Россию обратно из таких неудачных браков? Есть такие случаи? Или это сложно уже? Связано с детьми, с общими детьми. Вы знаете, вот в моей практике, среди моих знакомых таких случаев нет. Даже те, кто развелись, они продолжают жить в Норвегии. Но это и понятно, потому что человек оторвал себя от страны, может быть, даже продал там квартиру или получил новое образование, уже работает по специальности, уже есть работа, уже есть какие-то друзья и связи, новые родственники. И столько сил, направленных на интеграцию, что как бы все это бросать и снова возвращаться. То есть среди моих знакомых нет. Вы работали в общественной организации Норвежско-русском обществе в Тромсе. Вот чем вы занимались? И вообще русским обязательно иметь около себя единомышленников, земляков, чтобы поговорить, можно было бы, это же наш такой менталитет, нам очень важно. Безусловно, вы правы. Я считаю, что первое, наверное, то, что должен сделать человек, приехавший в другую страну, это взяться за учебники, учить язык. А второе, именно попытаться найти какую-то русскую диаспору. И вот наше норвежское русское общество как раз и выполняло вот эти задачи по адаптации, по интеграции приехавших русских женщин, мужчин и детей в норвежское общество. То есть цели нашей организации и задачи заключались в том, чтобы помочь восстановлению разных контактов и развитию русского языка и литературы. То есть у нас существует детский клуб и также есть оплачиваемый преподаватель, который учит детей русскому языку и литературе. Вообще русских таких вот обществ много в Норвегии, да? Да, их было порядка, когда я была руководителем, их насчитывалось 12. Сейчас они, их число увеличивается. Даже в Будда появилось тоже общество, которому мы помогли, послали наш устав и наши правила. Почему я говорю, что это очень важно? Потому что вот это норвежское русское общество, оно организует встречи с очень важными структурами в Норвегии. Допустим, это налоговая инспекция. Там отношение к налогам немного другое. Мы платим там 36% и государство самый страшный кредитор. Вот, поэтому также будет у нас встреча с инспекцией по делам несовершеннолетних, если можно подобрать такой эквивалент. То есть мы помогаем русским знакомиться с общественной культурой. Да, и устройством, и общественной государством. А вот может себя женщина защитить, если она попадает в какую-то кризисную ситуацию? У нее возникают проблемы, вот это нашумевшие проблемы, когда отбирают детей. Да, я слышала об этой женщине. Ну, я думаю, если женщина достаточно интегрирована и хорошо владеет языком, и у нее есть среда, которая может ее поддержать и помочь, то, конечно, может. То есть, мне кажется, если бы там было норвежское русское общество, в той среде, той женщины, о которой вы говорите, может быть, все сложилось совершенно по-другому. А как вы считаете, стоит ли искать мужчин норвегов, ну, так скажем, мужа за границей, вот на сайтах знакомств? Вы знаете, я сама не искала на сайтах знакомств. Я не имею ничего против этого нового, современного метода поисков мужа или жены. Я не считаю, что... Но, тем не менее, вы предостеречь от чего-то можете, да, от женщин? Ну, прежде всего, да, не нужно себя никак связывать, а можно встретиться на нейтральной территории и действительно посмотреть. Точно так же это может осуществиться и в России. Развестись в Норвегии проблема? Нет, не думаю. Хотя нужно немного один... Наверняка, если есть общие дети, то... Я даже не знаю, какое слово подобрать. Заставляют, наверное, вас прожить один год, как они говорят в разлуке, и посмотреть. Может быть, чувства восстановятся. Но только один год. Вот прочитав различные сайты, форумы, складывается такое впечатление, что выйти замуж для иностранца, для русской женщины, это такой спланированный, четкий проект. А действительно так? Или вот о любовь-то и чувства? Ну, я не могу ответить. Все прямо у вас вышли по любви, ваши знакомые, да? Ну, вы знаете, вот из тех, кто... Из тех моих знакомых, где вот я сейчас живу, все получилось достаточно естественно. Очень многие приехали по обмену. У нас же существует обмен между нашим САФ и университетом в Тромсе. То есть люди приехали на языковую практику. Все были достаточно молоды. Кровь играла. То есть там вполне не исключает, что... Там на первом месте были чувства, да? Мне так кажется. Но тем не менее, такие практически какие-то стороны вопроса тоже очень часто стоят на первом месте. Да, я хочу, чтобы мои дети жили в комфорте, или там еще чем-то напуганы, или разочарованы в русских мужчинах. Но я хочу прежде всего предупредить, чтобы народ не строил воздушных замков. То есть существует такая поговорка, что Норвег умирает, когда он заплатит все долги. Только тогда, когда он заплатит все долги. А это происходит, как бы вам сказать, ну, 88-90. То есть все живете в кредит? Мы живем все в кредит, так что не надо обольщаться. То есть у нас есть кредит, который мы будем платить 30 лет. То есть, может быть, мы выйдем на пенсию. И сейчас поднимается такой вопрос, что люди стали жить очень долго. И действительно, в министерстве поднят вопрос правительства, что увеличить возраст выхода на пенсию с 67 лет до 70 лет. Ну, это по всему миру, в общем, такая, наверное, проблема стоит. А что тогда больше всего вас радует в системе норвежской? Ну, мне нравится, что все равны перед системой. Не знаю, как. Но у меня сложилось такое впечатление. Будь вы президент или уборщица, вам сделают операцию на значенный срок, если вы стоите в очереди. Что на вас смотрят как человека, вам пытаются помочь. То есть, и можно найти концы в системе. То есть, если как-то с вами несправедливо обошлись, пусть даже государственный чиновник, вы всегда сможете разобраться, обратиться в высшую инстанцию, писать жалобу, и все будет, ваш вопрос будет решен. Вы увезли пятилетнюю дочь. Она легко вошла в систему, но была маленькая. А вот те, кто приезжают с детьми постарше? Нет, когда мы познакомились, ей было 5 лет. Когда мы приехали, ей было уже 7, и потом исполнилось 8 лет. Она пошла в первый класс. Ну, вот сначала была проблема язык. То есть, конечно, дети не хотели играть, потому что они не понимали языка друг друга. Но она учила просто молниеносными темпами. Она за 3 месяца уже могла говорить на диалекте вот того поселка, где мы жили. То есть, и у нее практически не было проблем. Дети гораздо быстрее входят. Дети, конечно, да. Если и родители тоже способствуют этому и приглашают. Там тоже бесконечные гости. Вот, может быть, что отлично от нашей системы. Я не знаю, как сейчас. Я говорю то, что было 20 лет назад. Но у нас очень распространены ночевки среди детей. То есть, одноклассники или друзья по секции постоянно ночуют друг к другу. В друсовке, да? Да, то есть, по одному. То есть, или подружка, или все. Можно она переночует у меня. Или можно я переночую у нее сегодня. Я вот не знаю, как сейчас здесь у нас. Но у нас это было распространено. И, возможно, вот это было одним из... А почему у вас это напрягало? Ну, было как-то удивительно. У всех есть свой дом. И у всех есть где ночевать. Мы могли бы просто встретиться, попить чай, поиграть и разойтись по домам. Спасибо большое, Светлана. И в заключении Блиц. Какие черты характера, личности вы цените больше всего в своем норвежском муже? Ну, скорее всего... Мы, кстати, о норвежских мужчинах почти не поговорили. Вот как раз обобщите. Выдержку и спокойствие. Это отличает вообще норвежских мужчин, да? Ну, мне кажется, да. Хотелось бы надеяться. Ваши дети ценят русскую культуру и читают по-русски? Да, я борюсь за это. Мы ходили в детский клуб, и я занимаюсь с ними русским языком. И стараюсь, чтобы они брали русский как предмет в школе. И вот уже старшая девочка сдала его экстерном. Средний изучает. И с младшей мы занимаемся дома сами. Муж поддерживает? Конечно. Он у меня сам немного говорит по-русски. И с удовольствием. Что изменилось в вас лично за эти годы жизни в Норвегии? Ну, наверное, может быть, я стала более самостоятельной. И стала брать некоторые решения на себя. То есть, потому что, смотрю, и муж ждет тоже, чтобы как бы... И я была вместе. Какой дом мы покупаем, какую машину. Чтобы все было согласовано. Принимала участие в обсуждениях. Да, абсолютно. И какое норвежское блюдо вы научились готовить? Ой, ну это, наверное, самый сложный вопрос. Я, к сожалению, я даже не знаю. Я практически не готовлю. Это муж у меня стоит у плиты. Поэтому, ну, я пеку торты по норвежским рецептам. А вообще мужчины Норвегии любят готовить? Ну да, у меня сложилось такое впечатление, что они с удовольствием готовят. И они хорошие семьянины. Да, у меня сложилось впечатление, что очень хорошая семьянина. Спасибо, Светлана. Счастливой вам и дальнейшей семейной жизни. Брачную эмиграцию остановить невозможно. И межнациональные браки становятся общей мировой практикой. Стоит ли выходить замуж за замужского принца, каждая женщина в итоге решит сама. Однако житейская мудрость, замуж выйти не напасть, как бы замужем не пропасть, работает во все времена. Такие дела. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»